Вот так и передвигаемся где по колено, а где почти по пояс в воде Вот он исторический коллектор Калиниковского ручья Хохловка или Калитниковский ручей – небольшая река в Нижегородском районе Москвы, правый приток Нищенки. Протяженность ее водотока около 3 километров. Свои названия она получила по географическим наименованиям близлежащей местности. Вдоль реки располагалась деревня Хохловка. Также в старину местность называли Калитники, а речка – Калитинка, и вдоль ее берегов было население Калитников, мастеров, делавших сумки и кошели, называвшиеся тогда Калиты. Как и большинство малых рек, Калитниковский ручей убирался в коллектор поэтапно. Около половины всей протяженности коллектора от устья ручей течет в бетонной трубе диаметром 2 с небольшим метра. Дальше до самых верховья идет старый кирпичный коллектор по стройке начала 20 века. Прямо перед нами, в нижнем беде этого перепада, расположено устье Хохловки. И отсюда мы отправимся вверх по течению, чтобы посмотреть старый кирпичный коллектор Калитниковского ручья, который находится в верхнем течении. Итак, попробую сейчас пройти внутрь коллектора по скобам. Единственное, путь здесь только по скобам. Это так и было спроектировано при строительстве этого пастала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот вид на перепад уже снизу. Здесь течет так ловко. А тут Нищенко несет свои бурные воды вниз по течению. Ближе к слиянию с Нищенкой, Калитниковский ручей протекает в достаточно просторном 2,5 метровом коллекторе. Тем временем мы продолжаем продвигаться по коллектору Калитниковского ручья вверх по течению в надежде достичь кирпичной части этого коллектора. Вот так и передвигаемся где по колено, а где почти по пояс, по воде. При этом был большой участок, сильно заимен, с очень вязким мылом. Добрались мы до коллектора, где он разделяется на два рукава. Обычно такое делается для усиления коллектора под чем-то, где на коллектор приходится большая нагрузка. То есть это могут быть дороги какие-то, развязки автомобильные, трамвайные пути и так далее. И здесь интересный момент. Можем видеть вот такой вот импровизированный снегозброс из люка. Скорее всего тут наверху находится что-то типа автомобильной стоянки или какая-то территория, где таким образом чистят снег. Наконец мы оказались в исторической части Калетниковского ручья, в коллекторе, построенном более ста лет назад, в самом начале 20 века. А вот там вот очень плохо видно, находится клеймо на кирпиче. Вообще этот коллектор ониентировочно постройки самого начала 20 века. Здесь вращение между кирпичами растет такая плесень. И вперед уходит тот самый кирпичный коллектор, до которого мы так долго добирались. Вот здесь вот очень интересно можно видеть. В двух кирпичах сделаны выемки. Либо они были сделаны специально, что гораздо менее похоже на правду. Либо здесь что-то по коллектору протаскивали, либо сильным течением что-то тепло. Скорее больше похоже на вариант, что по коллектору что-то протаскивали. То, что оставило вот такие вот глубокие выемки кирпичей. И здесь же в коллекторе мы можем видеть очень своеобразные следы ремонта. Вот здесь вложена гидроизоляция поверх бетона, которая уже благополучно отслаивается. А вот здесь мы можем видеть очень интересное место, где коллектор пересекает, когда-то точнее пересекал, деревянный короб. И вот это вот сделанное из дерева, из бруса конструкция, судя по всему, явно навесник этого коллектора. Если кто-нибудь из вас, дорогие друзья, хорошо знаком с историей инженерных и гидротехнических сооружений, жду ваши соображения о назначении этого короба в комментариях. Какие только артефакты не встретишь в речках. Например, вот такая вот игрушечная корзинка. Тяжело сказать, кто, когда и зачем ее сюда повесил, но факт остается фактом. Здесь мы задержались для того, чтобы снять не совсем обычную камеру. Выглядит это следующим образом. Старинный коллектор, исторический кирпичный коллектор, был вскрыт. Камера, где он был вскрыт, сверху была закрыта бетонными плитами. И здесь был сделан смотровой колодец для того, чтобы обеспечить доступ к двум подключкам. Вот такой вот своеобразный переход сделан. И выведена сюда одна подключка. И одна из подключек подходит вот так вот, достаточно необычно сделан. Там, кстати, коллектор диаметра минимум полтора метра. Какие только формы жизни не встречаются в московских подземельях. Порой так можно поверить и в трехметровых крыс. А вот и ответная часть того коллектора, точнее его начало, начало обгонного коллектора. Выполнен он тоже в виде вот такой камеры, аналогичной с той предыдущей. И здесь мы можем видеть еще одну форму жизни – грибы. На этом мы закончим рассказ о Калитниковском ручине. Но вас ждет еще очень много интересного на нашем канале. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. И, конечно, ставьте большие пальцы вверх. До новых встреч и всего вам самого наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok